Моргенштерна 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 которые добровольно подклонили свою выю, их служению, дело не новое. Бог поругаем не бывает. И когда образ подобия Божия, человек на самом себе являет знаки отречения от Господа, когда кичится своим цинизмом, своим унизительным отношением к женскому полу, к собственной матери, к человеку вообще, то закрываешь уста свои от осуждения, от раздражения, от гнева, от возмущения. Слишком очевидно, таковы сам собирают угли, раскаленные на главе своей. Сами мы призваны мирствовать, не увлекаясь ни личной ненавистью, ни неприязнью. Единственное, кто не имеет права благодушствовать по этому поводу, это те, от кого зависит доступ до многочисленных пользователей таких падших созданий с их мнимой культурой, с их мнимым искусством, с их разлагающими призывами. Очевидно, что их деятельность в средствах массовой информации, их вхожесть и расхожесть в интернете обязаны жестко ограничивать те, кто приставлен к этим ресурсам. Эти ресурсы призваны быть воспитательными, эти ресурсы должны быть идейными, эти массовые формы влияния на людей непременно должны быть фильтруемы, вернее, снабжены фильтрами, не допускающими запаха разложения в душе многих, особенно молодежи, еще беззащитной сравнительно, падкой на эти всякие яркие впечатления и потом оказывающиеся жертвами этих впечатлений. Так вот, именно руководители средств массовой информации, очень часто поставляемые по согласованию с правительством, конечно же, должны соответствовать своей должности. И при слабоватой юридической базе должна быть сама воля чиновников и тех структур власти, которые отвечают за культуру, образование, просвещение, конечно же, направлено на всякую изоляцию такого рода искусства от людей, от молодежи, которые склонны попасть под это влияние. Несомненно, есть место и для сострадания в сердце христианина. И мы, поневоле познакомившись с деятелями подобными тому, кого вы упоминаете в своем вопросе, призваны и помолиться о разумлении, о покаянии человека. А есть еще одна молитва. «Положи, Господи, преграду злу от сего человека исходящему». И эта молитва, священники знают, очень бывает действенна. И когда за проскомидией, во время божественной литургии, священник поминает верных, поминает по записочкам, поданным в алтарь, крещенных, но заблудших, тоже по-своему молимся мы и о людях, которые где-то скитаются на стороне долечия от Дома Отца Небесного, находясь в состоянии нераскаянных грехов, являясь тем не менее по крещению православными христианами. Но есть и такие люди, которые уже вполне сознательно находятся на служении разложения, служа врагу рода человеческого. Так вот, по поводу них тоже есть молитва. «Положи, Господи, преграду злу от сего человека исходящему». И из моего собственного опыта видел я плоды такой молитвы, когда и кто-то во власти сущей оказывается много вреда приносящим, вот начинают так поминать несколько священников, и Господь управляет обстоятельства таким образом, что падает великая лудница вавилонская, разрушается кедр, высящийся, как кедр ливанский, высящийся грешник, и оборачивается человек, и вот уже пустое место, где некогда высился тот, кто мнил себя великим, а не боялся представаться врагом Божьим. Бог не бывает поругаем, но будем беречь впечатление детей своих от подобных зрелищ. Субтитры создавал DimaTorzok